МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска по традиции короткий анонс главных тем. Нам нужны вы. Мать первого героя России СВО попросила Владимира Путина баллотироваться в президенты. Золото в скорлупе. Генпрокуратура России заинтересовалась ценами на яйца. Дорогие стройматериалы или туристический бум, что стало причиной подорожания частных домов республики, расскажем в выпуске. Зимний туризм. Это тоже про Дагестан. Во сколько обойдется отдых гостям региона вне сезона, выяснили эксперты. Полицейские задержали троих подозреваемых в сбытии мефедрона. Наркокурьерами оказались 24-летняя жительница Махачкалы и двое парней из Каспийска. Как сообщает МВД Дагестана, клиентскую базу составляли знакомые девушки, а молодые люди их страховали. Правоохранители изъяли у злоумышленников более 70 граммов синтетических наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело. За что вы доставлены в отдел полиции? За хранение наркотиков. Поясните, пожалуйста, поподробнее. Лежал на улице пакетик. Нет, сначала не пакетик, изолента круглая, думал, что это есть, ну, другое. Поднимаю, открываю, там белое вещество в пакетике. Дальше что вы сделали? Дальше думал, я не знаю, что это. Ну, сначала, не знаю, закинул барсетку, потом поехал к подруге. За что вы доставлены в отдел полиции? Не знаю, вдруг попросил, что я его отпустишь. Нам нужны вы. Мать первого героя России в специальной военной операции Нурмагомеда Гаджимагомедова попросила Владимира Путина принять участие в предстоящих выборах президента России. Дагестанка Сапижат Мазаева озвучила просьбу на встречи, которая прошла сегодня в московском Кремле в канун Дня Героев Отечества. Ну, нам нужны вы, вы как руководители, я тоже присоединяюсь к Артему, чтобы вы баллотировались. Вы наш президент, мы ваша команда. Отметим, что выборы президента Российской Федерации состоятся в марте 2024 года. На прошедшей в Кремле встрече Владимир Путин сказал, что будет баллотироваться на этот пост. Тем временем в республике продолжается работа по догазификации частных домовладений. Об этом говорили на совместном заседании регионального штаба, курирующего данный вопрос. На сегодня принято более 7 тысяч заявок на ускоренное подключение к газовым сетям. Из них более 4 тысяч исполнены. Напомним, что в Дагестане также действуют меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ в границах земельных участков. Проблема с подражанием яиц дошла до Генерального прокурора России. Игорь Краснов поручил своим коллегам из разных регионов страны проверить деятельность производителей и продавцов куриных яиц, средняя цена которых выросла от 40% и выше. Надзорные мероприятия должны быть проведены с участием представителей антимонопольных служб. По всем выявленным нарушениям будут приняты необходимые меры. Напомним, что сейчас в Дагестане клетка яиц стоит от 400 до 450 рублей. В позапрошлом и в прошлом годах жители республики покупали их всего за 200 рублей. Дагестан вошел в топ 10 регионов с сильно подорожавшими частными домами. Аналитические данные приводит портал по недвижимости МирКвартир. Средняя цена домовладения в республике составляет 12,5 миллионов рублей. Цифра относительно декабря прошлого года выросла на 32%. Такие изменения, по мнению ряда экспертов, могли произойти из-за роста спроса на недвижимость, подорожания стоимости стройматериалов и развития туризма. И в продолжении темы туризма. Эксперты Ассоциации туроператоров России посчитали, во сколько обойдется отдых в Дагестане в осенне-зимний период. Согласно их данным, в зависимости от маршрута и количества экскурсий, трехдневное пребывание в республике на двоих выйдет в пределах 50 тысяч рублей. На неделю до 80 тысяч – сумма указанная без учета стоимости проезда. Гиды назвали и топ-5 самых популярных мест, которые чаще всего хотят увидеть гости региона в холодное время года. Это Сулакский каньон, Дербент, Аулы Гунип и Гамсутль, Карадахская теснина и Бархан-Сарыком. И к другим темам. Поддержка нуждающихся – одно из главных направлений работы фонда Инсан. У одной из обратившихся в благотворительную организацию Дельфузы Ташмурадовой в Дагестане никого нет. Она мать-одиночка с четырьмя детьми. Вместе с ними она приехала сюда из Узбекистана. Престарелый отец остался там. Никто мне не помогал. У меня отец в постели лежал, он был слепой, он в Узбекистане. Вот так соседи порекомендовали, что Инсан помогает. Да, действительно, я пришла, обратилась. Сыну помогли отучиться. Слова Аллаха. Он нашел по своей… Вот на Борисе он учился, он себе нашел работу. Сейчас в данный момент он работает в кафе. Насчет фонда Инсана я девочку устроила в учебу. Учится. В таком тупике я была. Однокомнатная квартира с детьми и ковид. Тут у меня нет ни родственника, никого. Благодаря фонду Инсану мы держались. Вот у тебя в кармане 500 рублей денежка. Ты не знаешь, старших детей накормить или вот ей купить смесь. Она тогда маленькая была, кашу. Отсутствие средств к существованию – беда, выбраться из которой в Делфузе удалось не сразу. Но с поддержкой от Инсан она встала на ноги. Участие жертвователей фонда помогает сотням людей справиться с тяжелым периодом в жизни. И к новостям спорта. Муниципальный этап школьной футбольной лиги завершился во всех городах и районах Дагестана. В них определились лучшие классы для участия на республиканском уровне. Соревноваться между собой в лиге будут более 500 команд, из которых финал пройдут лишь 32. Со второго по девятый класс и вот добавили девочек. И уже вот с апреля месяца, с конца марта мы будем проводить уже республиканский этап. Вся тематика у нас патриотическая. Это имеется в виду, посвященная вот этой все турниру пока идет вот СВО. Все дети играют, все участвуют в этом турнире. Очень интересно. И сами дети вот очень сильно заинтересованы в этом турнире. Напомним, школьная футбольная лига создана в регионе в 2021 году по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова